Из разных городов страны и зарубежья на финал молодых талантов Отечества. В Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил собрались юные артисты. Международный Всероссийский фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества прошел в пятый раз. На патриотическом празднике музыки с юными патриотами познакомилась наша съемочная группа. «Русь» – так называется песня, которая принесла победу Анне Соболевской. Участница из подмосковного Егорьевска заняла первое место в категории соло. С пяти лет все свое свободное время Аня уделяет вокалу. Правильно подобранный репертуар для конкурса – половина успеха. Песню для фестиваля выбирали вместе с педагогом. Мне она очень понравилась. Мне ее сначала предложил мой преподаватель по вокалу. И из всех трех песен, которые он мне предложил, я выбрала именно эту. Братья Александр и Тимофей не расстаются никогда. Ни в жизни, ни на сцене. Творческие близнецы создали вокальный дуэт «Тима и Саша» из республики Башкортостан приехали со своим вокальным наставником. Ты не бойся с фальшивью, не бойся. Смело пользуйся для хорошей информации. Ты стемп хорошо чувствуешь, слышишь, музыку слышишь, себя слышишь. Юные уфимцы представили на фестивале совсем не детскую песню «Мой конь вороной». Стихами конкурсной песни прониклись сразу, как только услышали. Песня завоевала сердца членов жюри. А ребята – почетное второе место в категории «Ансамбли». В этом году заявки на участие прислали 450 молодых талантов из 43 регионов Отечества. Фестиваль проходил в три этапа. Первый тур провели в регионах. Полуфиналистов пригласили выступать на московской сцене. На третьем этапе в галоконцерте прозвучали песни в исполнении победителей фестиваля. А ведь вся наша цель – это для того, чтобы наши соотечественники, которые живут за рубежами России, знали, что такое Россия, что такое русский мир. Чтобы они пели те песни, которые являются нашей основой России. Создание каждого творческого номера – это погружение в историю родного Отечества. Фестиваль – не только творческая лаборатория для талантливых детей. Проект несет в себе обучающую функцию. Молодые певцы изучают родину посредством художественного слова и музыки. Проведение такого фестиваля, оно и с музыкальной точки зрения очень важно, и с патриотической точки зрения это очень нужно. Но это не просто обучение. Это, скажем, человек вникает вовнутрь, заходит вовнутрь этих событий. И это, конечно, у молодого человека отпечатывается и в голове, и, главное, в сердце. Для ребят участие в таком фестивале – это уникальная возможность представить свое творчество на суд настоящих профессионалов. Бессменный председатель жюри, первый иностранный гражданин, получивший звание – заслуженный артист России Бедрос Киркоров. Певец более 30 лет оценивает и поддерживает начинающих музыкантов, поэтому не понаслышке знает, насколько талантливы дети в России. Заниматься детско-юнное творчество – это огромная ответственность в том же время и с большим удовольствием. Я когда вижу это молодые таланты, которые на Западе, и запаха нет на таких певцов. Победители получили из рук почетных гостей не только кубки и грамоты, и возможность выступить на лучших концертных площадках столицы, но и большое вдохновение, которое поможет молодым талантам завоевывать новые вершины по пути на музыкальный Олимп.